Шат Сав, вторая глава книговой икры, тоже продолжает тема жертвопенешения. Мы знаем, что есть, в общем, две категории жертвопенешения. Есть то, что называется кочай кочем, кочай калом, что называется кочай кочем. Кочай кочем — это, если чистый перевод, святый, 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 что называется очень святой. Кочем кочем — лохий, святый, как это понятно. Конечно, в технической разнисл符е о том, как мы приносим жертвопенешения кочай коч. Например, есть ащрам, хатат, это жертвопенешения, которые входят в категории кочей кочем, есть шламим, песах, моасэ, которые входят в нижнюю категорию кочей коч. Что интересно, что коча и кочем содержает как мы говорили, хатат и ашам. Хатат и ашам – это жертвенщины, которые человек приносит из-за греха, из-за того, что он нарушил какое-то преступление, не специально. Тогда он должен принести жертвенщины или хатат, или в какой-то ситуации тоже иногда ашам. А эти жертвенщины называются очень святы. Получается, что большой цадик, который никогда не грешил, никогда не сделал никакой ошибки, он никогда не может приносить ни хатат, ни ашам, он может шламин, он может говорить ола, но хатат и ашам он не может. И это называется кочай-кочем. Говорит Клиакарн, интересно, получается, что цадик, который никогда не грешил, он не приносит обычный кочай-кочем, он приносит кочай-кочем, да, иногда он может ола приносит, но ола, как говорят наши мудрецы, тоже есть отношение к какие-то грехи. А просто так обычный человек грешил, он приносит выше жертвенщины, чем большой цадик. И это похоже на то, что учат наши мудрецы в трактат про Ход, 34-й лист, что Балчува, человек, который грешил и вернулся к Чува, он находится выше уровень, чем человек, который никогда не грешил. Это то, что похоже на это. Продолжает Клиакар свой смысл следующим образом. И в нашей голове тоже упоминается жертвенщине Минха. Что это Минха? Минха это жертвенщине, которое приносит из муки, приносит определенное количество мука, есть разных видов Минха, но что связает все Минхо, почти все Минха, что написано в послуге, ло-те-а-фе-хамец. Минха не может быть хамец, нельзя делать заквастной. То есть надо осторожнее быть, как и у нас в Маца, в Песах нельзя, чтобы был хамец. То же самое, Минха не может быть хамец. И потом говорит послуг, Кодеш Кадашим, и это святые святые, это на уровень Кодеш Кадашим, как хатат в ха-шам. Какие примеры дают послуг, что сравнивает Минха к другим в этой высшей категории, как хатат и как ха-шам. Продолжает Клиакар объясняет очень красиво. Мы знаем, что Раби Александр говорит, это в трактат проходит тоже 17 лист, говорит Раби Александр, мы хотим делать твою волю. Конечно, рационально, а что нам мешает? Это закваска, которая есть в тесте. То есть это соор, шаби иса, это нам мешает. В чем связь между закваской и нашей поступкой? Потому что наши ецарара, то другое начало, которое дает нам импульс делать грехи, это похоже на хамец, который хамец, это вернуть все это тесто, которое было мацак, хамец. То есть это ецарара, которое похоже на хамец, и поэтому человек, который приносит жертвы, решение Минха, и он все время занят о том, что это не будет хамец, он все время думает о своих ецарара тоже, и поэтому это же решение тоже входит в категорию кодеш, кадашим. Человек, который борется с ецарара, наоборот, не только цадик Гамора, который никогда не думает о своей ецарара, но человек, который борется с ецарара, и он приносит жертвы, решение Минха, и очень осторожно, чтобы не был хамец, он человек, который тоже в категории как хатат, как ашам, кодешай, кадашим. В прошлом веке жил большой цадик, его звали Раби Иуда Ашлаг писал комментарий на Зор, называется Сулам, и он называется автор Сулама. И он говорит, он дает следующим аллегорию. Говорит, что однажды пришел человек и сделал какое-то очень большое поручение для царя. Он спас его жизнь, что-то сделал, и царь решил его наградить. Что его награда? Он говорит, вот, есть ключ, а этот ключ для внутреннего склада, все мои бриллианты, золото, камни, все там есть. Мы сохраняем в одном большой складе, там есть охрана и все, и этот ключ к этому месту. У тебя есть определенная дата, назначена дата и время, мы тебе дам этот ключ на 2 часа. Ты берешь, что хочешь. На тот день он пришел, конечно, пришел в мешок и начинает собирать все, что он может. Он открыл дверь, там стоят охранники, все, никто не трогает его, он же золотой клуч есть, царский клуч. И он начинает собирать, сколько можно собирать в этот мешок, уже прошел 20 минут, но больше не может собрать. Он вышел, когда он только вышел, нападает на них все охранники, говорит, ты что делаешь здесь? Он говорит, ну, у меня клуч. Забрали этот мешок, все выкидывали там на пол и говорит, вот твой мешок, идите. Он говорит, а что, у меня есть награда, этот царь говорит, слушайте, если у тебя есть царский клуч, заходите там. Не понял, что происходит. Он же получил эту награду, потом они все забрали, потом дают его возможность опять заходить. Он думает, ну, хорошо, попробуй еще раз. Он опять пришел, зашел в свой мешок и начинает опять, собирая все, что он может. Выходит и то же самое повторяется. Они забирают все, они выкидывают все, дают его пустой мешок обратно, говорит, идите, если хочешь, можешь заходить еще раз. Он не понимает, что происходит, но каждый раз решил, пока у него время есть, он еще делает третий, четвертый, пятый, шесть раз он это делает. Когда он последний раз выходит, они выкидывали все, говорили, все сюда, дорогой, твое время закончилось, забрали клуч и все. Он остался без ничего, не понял, не понимает, что происходит. Он повернул и собирается уйти. Главное, там охрана говорит, царь ждет тебя в свою комнату. Хорошо. Он поднялся к цару, его дворец, и царь сидит там, и там все, что он собрал, в течение 2 часа, он видит, что там аккуратно находится в его комнате. И он улыбается, и царь говорит ему, слушай, я очень хотел тебе награды по максимуму. Я знал, что ты будешь делать, я знал, что ты ограниченный. Ты берешь одну мешок, ты заполняешь этот мешок, но все, больше ты не можешь взять. Поэтому я сделал это, что каждый раз, чтобы они все забрали. Теперь ты можешь все забрать, это все твое. И тем более, то, что ты не отчаялся, и ты каждый раз зашел обратно, поэтому ты получаешь все, что ты собрал. Первый раз, второй раз, третий раз, что-то. Говорит, это наши, это наши тоже, наши, мы боремся с ЕЦАРА, мы что-то делаем, что-то успеваем, потом падаем. Мы думаем, что мы все потеряли. Нет, говорит Сивиши, приходите ко мне, приходите, принести жертвопринишение. Хатат, Аша, Минха, бороться с ЕЦАРА. Потом обратно поднимаемся, и потом опять мы падаем. И каждый раз, когда мы падаем, думаем, что мы все потеряли, говорит Баласуум, ничего не потеряется. Наоборот, каждый раз ты собираешь все, что ты собрал, остаются, это остается твоим. И каждый раз ты можешь просто больше и больше собрать, даже больше, в какой-то аспекте, даже больше, чем большой цадик Гамор, который он не может принести жертвопришение Хатат, не может принести жертвопришение Ашам, он не может принести эти коча и коча. Только тот, который вернулся к чугу, он может это принести. Шабах Шабах.